Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Серегина Светлана. Слово «нет» у нас чаще всего ассоциируется с родителями, которые вечно что-то запрещали или отсутствовали. Зачем вообще нужны родители, чтобы запрещать или отсутствовать? В наше время, благодаря техническому прогрессу, они могут и отсутствовать, и запрещать одновременно. Хитрицы такие. Конфет нет, чипсов нет, кока-колы нет, интернета нет, новой одежды, пока не сделаешь уроки, нет. Родители являются основным источником отсутствия, дефицита в нашей жизни. По поводу отсутствия приходит на мысль аналогия из моего детства. Масло, яиц, мясо, молока, спортивных трусов, пряников, гигиенических прокладок, зубной пасты нет. И пива тоже нет. Это уже, правда, из юности. За отсутствие в этом случае отвечало государство, которое является, естественно, нашим архетипическим родителем. И эта непростая ситуация нашла отражение в нашем непростом языке в виде родительного падежа. Всё, чего нет, ставится в родительный падеж. Нет чего? Масло. Нет чего? Молока. Нет чего? Зубной пасты. Нет чего? Кока-колы. И в непростом польском языке ситуация нехватки или дефицита тоже нашла подобное отражение. НЕ МА ЧЕГО ОБИЯНЯЩЕ. НЕ МА ЧЕГО МЯНСА. НЕ МА ЧЕГО КЕУБАСЫ. НЕ МА ЧЕГО ПИВА. НЕ МА ЧЕГО КИШОНЫЙ КАПЛОС. НЕ МА ВОДЫ НА ПУСТЫНИ, АГЕ ВОДЫ НА ПУСТЫНИ, АГЕ ВОДЫ НЕ ПЦАУМ ДАЛЕ ИШТЬ. НЕ МА МОЦНЫХ, НЕ МА ВОДЫ НА ПУСТЫНИ, ну и разные другие коллоквиальные выражения. Но тот же запретительный родительный падеж. Они запихивают в такое предложение. УЧАМ ЧЕГО ЯНЗЫКА ПОЛЬСКЕГО. И в этом случае употребление поляками родительного падежа в ситуации, когда мы что-то приобретаем, кажется нам совершенно нелогичным. И в слепом упорстве исправить создавшуюся ситуацию мы совершаем ошибку. УЧАМ ЧЕГО ЯНЗЫКУ ПОЛЬСКЕГО абсолютно неправильно. Совершенно неправильно еще и по другой причине. Нужно так. УЧАМ ЧЕГО ЯНЗЫКА ПОЛЬСКЕГО. УЧАМ ЧЕГО МАТЕМАТЫКИ. УЧАМ ЧЕГО ХЕМИЯ. УЧАМ ЧЕГО ЛИТЕРАТУРЫ. УЧАМ ЧЕГО ГЕОГРАФИИ. УЧАМ ЧЕГО ЯНЗЫКА ПОЛЬСКЕГО. УЧАМ ЧЕГО ХЕМИЯ. УЧАМ ЧЕГО ГЕОГРАФИИ. А мы упорно подсовываем сюда дательный падеж, потому что учусь чему? ПОЛЬСКОМУ ЯЗЫКУ. Потому что обучаясь, мы приобретаем, а не теряем. Оставим нынче в стороне нашу обычную миссию поиска виноватых и спросим здесь, кто же прав. Ответ будет таким же, как и в случае со стаканом, который наполовину пуст и в то же время наполовину полон. Зависит от мировоззрения. По всей видимости, мы смотрим на образование как на возможность что-то приобрести, а поляки как на возможность чего-то избежать. Но, что удивительно, чаще именно от нас можно услышать такую фразу. «Не будешь учиться, дворником станешь, сопьёшься и помрёшь под забором». Тут уж что-то очень родительным падежом, дорогие сограждане, попахивает. Или даже, лучше сказать, родительским падежом. В синие радужные перспективы жизни под мостом. Я призываю вас, дорогие сограждане, пересмотреть свою позицию и привести её в большее соответствие с духом нашего либерального языка. Ну, а если серьёзно, здесь просто дело в разном управлении. Один и тот же глагол в русском языке «учиться», а в польском языке «учить чем» управляет разными падежами. В этом случае, именно в этом случае, глагол «учиться» по-русски управляет дательным падежом, учиться чему? Польскому языку. А в польском языке он управляет в этом случае родительным падежом, учиться чего, языка польского. Это явление очень распространённое. Очень многие глаголы управляют в наших языках разными падежами, естественно, являясь причиной огромного количества ошибок. Но я опять же вас призываю относиться к языку не как к своду правил, которые нужно выполнять, и ошибки нужно исправлять, а как к чему-то очень интересному и забавному. Это же такая радость – учиться чему-то новому. Учиться чему-то новому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова